Ну что ж, БМП-1 мы уже рассматривали, пришло время посмотреть на БМП-2, шедевр в своё время. Такие интересные формы, даже некоторая защищённость для пехоты и классная автопушка ещё и с птурами. Что тут можно предъявить? Ну, защищённость в нашей игре оставляет желать лучшего, ибо пехоты никакой таскать никуда не надо, и задачи совершенно другие — уничтожать танки. Однако, нормальная автопушка для того, чтобы уничтожать бочину, позволяет нам нормально жить, и плюс ещё 4 птура, а также нормально себя показывают. Короче, проверим, насколько это всё действительно может составить врагам конкуренцию вот в таком превосходном сетапе. Только П-8 я, наверное, заменю, и самое главное — подвижность у этого аппарата моё почтение. Погнали в бой и проверим, на что же способна эта модификация, а потом посмотрим и на другие лёгкие машины СССР. Ну что ж, пришло время повоевать на БМП-2. Теплока нема. Нема. БМП-2М на боевом рейтинге буквально немногим выше, поинтереснее, наверное, смотрится. Итак, что у нас есть из вооружения? Это автоматическая пушка. На подкалиберной ленте пробитие всего 80 мм, но опять же, благодаря тому, что воюем не с Т-55, точнее, не против Т-55 и прочих крепышей, живём более-менее нормально. Есть ещё фугасная лента, которая позволяет нам сбивать самолёты. Ну и ПТУРЫ, конечно же. ПТУРЫ это 9М113 на 500 мм пробития, по сути, такие же. Короче, двойка отличается от первой, по сути, да мало чем. Она чуть лучше защищена и, как мне кажется, поинтереснее за счёт автопушки именно против лёгкой бронетехники противника. Но на этом-то и всё. То есть, ты, наверное, просто реже отъезжаешь от какой-нибудь техники по типу ружки, условно, я не знаю, и тайпов RCV, то есть у тебя с ними больше шансов повоевать. Но не сказать, что БМП-2 какая-то супер имба, ибо нельзя сходу пустить ПТУР, пробития маловато на автопушке для того, чтобы бороться с ОБТ противника, поэтому приходится играть супер аккуратно. Ну, пытаться, пытаться. Получается или нет, это вопрос уже такой, другой. Ну и плюс можем попасть на 9.3, где, сами понимаете, что с нами будет. Плохо нам будет. Боль в моей дырко-заднице будет. Здесь уже кто-то есть. Ещё и, как всегда, башня в центре, как у всех БМП, что из-за угла нам не даёт возможности нормально действовать. Там прям какая-то толпа, судя по всему. И вот я его вижу, это там, да? Блин, я развернуться не могу и выехать. Вот этого там в бочину разобрать за милую душу. Да только не разбирается он в бочину за милую душу. А урон будет проходить? Блин, он нас так застопил, точнее даже не он, а непонятно кто. Я не знаю, ужас какой-то. Что произошло? Кто меня поставил на трансмиссию таким образом? Совсем неизвестно. Потратил кучу боекомплектов, пустую. Абсолютно. Благо дымов много. Можно всему обдымиться и желательно выживать. Вот, блин. Это всё проблема. Вот, зашло нам в трансмиссию. Мы как бы живы, да, без проблем, но... Там и забрать никак. Здорово, Руйкат. Не знаю, как он так умудрился встать просто и подсматривать. Ну, для меня очень плохого нет. Халявный фраг лишним не будет. Чувак сюда не посмотрел. Он оттуда кто-то пускает чего-то там. Кто ты такой? Мардер жив остался. Так. Это визелёчек, что ли, был какой-то? Пипец. Урон просто по ним не проходит. Да господи, отпусти ты меня, чудо-трава. Эти столбы... Мне кажется, враги страшнее, чем мои враги. У меня здесь какой-то враг в упоре уже. Так, промазал я по нему разведочкой. Назад ещё нифига не едем. Ну, где-то здесь же есть он, прям рядышком. Не собирается он вылезать, что ли? Ну, давайте дованём. Попробуем его найти. Или это Меркау мы слышим нашу? Может быть и Меркау, ладно. Не знаю, что-то происходит. Подсматривать как-то не хочется. Да, Меркау нашу. Давайте тогда точку подефаем. Насколько можно подефать точку отсюда? Странно, что на БМП-2 я по итогу застрял так близко к своему респавну и даже отъехать не могу. Никакой неожиданности, никаких ударов из-под тяжка. Самое идиотское, что с двумя помощями и одним фрагом, которые потом и кровью были заработаны, я ещё и на первом месте в команде. Ну, там был Мардер, да и помимо него. Да ладно, поехали. Сколько можно стоять? Скукота. Мы так достоимся до скончания времён. И до вражеского кончания. Я услышал самолёт. Я поднял на него пушку и мог бы его убить, но тут вдруг, откуда ни возьмись, появился БМП. Предлагаю взять дублёра и... Таким и быть, крупили. Да, самолёт просто улетел. На него и наплевать. Вернёмся к точке А. Да, в центре был леопард, значит, всё это время. Его не разведали, его не было видно. И не было слышно, он был далеко. Но норм всё равно. Не понял я только этот... Немного всратенький урон. Нам просто не повезло. Здесь кого-то шатают. Интересно, кого. А будет попадание по швальбе? Да, попадание по швальбе будет. Пугасная лента её всё-таки сбила, но если бы она сама хотела выжить, то, конечно, бы она так не подставилась. Я не считаю это фрагом, как таковым, потому что эта швальба, по сути, в меня сама убилась. Могла бы этого и не делать. Точку Б они довольно рьяно защищают. Справа наши вроде прошли, значит, здесь можно попробовать поискать врага. Чё-то прям еле едет. Ну давай, тридцаточку-то хоть набери. Расталстела, экипаж-то высадила лишний. Десант, который там занимает... Огрины, наверное, какие-нибудь сидят по полтонны веса каждый. Шесть штук. Не знаю уж, как они могли там в шестером уместиться, но неважно. Зенитка до сих пор жива, вот это странно. Там ещё кто-то был, помимо зенитки. Но, блин, здесь их увидеть, это едва ли возможно. Сплошные, потому что деревья и кусты. Мне не нравятся скоростные характеристики БМП-2, но пока что. Ну, блин, 44-ка. Там же прям твои союзники. Выехал, посмотрел. Кого смотришь? Чего хочешь найти? Нам надо как-то занимать позицию поближе к врагу. По крайней мере, пытаться проехать и левый респаун прикрыть им, если получится. Получится или нет, это уже другое, конечно. Опять летит. Вроде наш. По карте, по крайней мере, так показано. Основная, знаете, беда здесь в чём? Вон проезжает. Здесь беда в том, что простреливаются все эти вещи. Пума откинулась. А вот этот не простреливается, да? А где урон? А урона нет, урон не выйдет. Убегляет панцир. А, я его убил, что? Как я его убил? Я вообще не понял прикола, но мы разменялись, короче, с этим чуваком. Ну ладно. Блин, мардеров штурмить на Иле это бесполезная практически идея. Да и ракеты занерфили, но попытка не пытка. И чего у нас по итогу? Три фрага, три помощи за два респа. Не слишком хорошие результаты, но сойдёт. Учитывая, что остальная команда вот только-только чё-то как-то. ПФ-ка начала перегонять. Сейчас ещё попробуем кого-нибудь сокрушить при помощи нашего великолепного. Но я не понял вот этого прикола. Это из-за того, что я ему стрелял, видимо, в переднюю часть корпуса, бегли, а у него экипаж сидит сзади, по большей части. Там его немного, но вот не повезло мне с уроном. Блин, там зенитки есть. Безнадёжно, короче, да? Вряд ли что-либо получится у меня. Там, по-моему, летает какой-то чувак, но он около филда. На этом Иле кого-нибудь заштурмить будет проблемно. Наших ещё вроде полно, вся команда. Давайте уберём тягу немножечко. А то чё-то мы разогнались. Сейчас ещё и порвёмся. Мне бы этого не хотелось. Это вертолёт, что ли, какой-то? Блин, похоже, вертолёт летает у них. Ничего себе. Я не вижу на респе никого. А ведь этого не может быть. Потому что 100% кто-то на респауне есть. Вон, вертолёт и даже два. Угу. И даже три, что ли? Лол, это тоже вертолёт. Охренеть. Ну, здорово, дружище. Первый пошёл. Илюша бы ещё умел поворачивать, наводиться там как-то. Блин, надо было их ракетами заштурмить. Это я обознался. А было бы красиво, да? Они сейчас взлетят. Ё-моё. Я только одного вижу. Причём, кстати. А было-то, по-моему, три вертолёта. Один я сбил. Куда пропал ещё один? Так сказать, простая математика. Это наш, надеюсь, самолёт? Ну, ладно. Попробуем так. Критические, хотя я мимо практически полностью всё дал. Ну-ка. А почему вид опять от стрелка от этого? Я же отключил все эти виды от стрелков. Куда? У меня на шести враг. Ну, давайте, ладно. С видом от стрелка. Ой! Что случилось? Что-то отломилось? Отломилось? Блин. Это была ракета. Несмотря на то, что он раскритован, всё случилось совсем не так, как я планировал. Надеюсь, что он тоже упадёт. Это было бы превосходно. Тогда мы, считай, сбили. Да нет. Ни хрена полезного. Вроде 23-х миллиметровка попала, а он летает дальше. Ну, этот бой, я так понимаю, и без меня выиграют, поэтому идём в следующий. Забудем про то, что мы можем куда-то проскочить. Я вот вспоминаю всё время. Хочу куда-то проскочить. Успеть нет. БМП-2 никуда не успеет. Не слишком это быстрая техника. Несмотря на 20 лошадей на тонну, уровень боёв такой, что у БТ может быть больше лошадей на тонну, чем у тебя. Он 64-очки, Type-69. Короче, такое. Лёгкость этой машины не даёт ей преимуществ, кроме как, конечно же, возможности того, что её заваншотят, а брони там. Сами знаете, кот наплакал. Поэтому... Нет, это абсолютно идиотская идея пытаться куда-то на БМП-2 ворваться. На первый, да, можно. Но у неё и боевой рейтинг совсем другой. Там просто нет таких чуваков, которые успевают. А здесь уже полным-полно. Никого не видно. Ну, стопудово должны быть. Вот как? Вон он. Мардер, что ли, какой-то? Что это? Надо изучать эту карту мне больше. Вообще ничего не знаю. Ещё и углов не хватает. Это прям самая обидная обида. Блин, я не проехать ничего не могу здесь. Никак просто. Я боюсь просто высунуться из того, что меня слева могут уснуть. Так что вот тут вот фраги, пожалуйста, есть где-то? Тоже за деревьями. Эта карта называется Лес деревьев. Логично, что не из бетона. Опа. Что за дерево? Почему оно валится? Деревья валятся наверху там. Но пока мой тур туда долетит, я всё равно никого не увижу, мне кажется. Как-то они очень аккуратно отыгрывают. Да и здесь тоже. Не знаю, что делать. Разворачивается туго прям БМП-ха. Это из-за того, что я броню вот эту накладную, что ли, на неё навесил, или чё? Мне почему-то кажется, что вряд ли это как-то поможет. Ну, есть броня, нет брони, всё равно вот оно так вот едет сомнительно, и всё. Пипец, реально, сплошной лес. Не карта, а какой-то случай. Вон, причём там, М-46-ый, откуда-то стреляют эти все цеби. У меня есть то, что углов ноль просто. Я тут не могу так вольготно себя чувствовать. Куда-то поеду, я умру, останусь, ничего не сделаю. Так себе выбор, конечно. Другого не дано, да? ЗСУ-ха сдохла. Может, это знак? Вон слева какая-то война. Давай-ка я туда тоже накину дымы на всякий пожарный, и всё-таки уеду отсюда. Они сейчас у нас заберут и Ц, и ту точку. Я не туда приехал. Здесь у меня всё просто из-за того, что я в низине, из которой я не могу никак выехать. всё в говне. Да и вообще я просто на респауне остался. Ну, лучше так, чем сдохнуть. Бессмысленно. Надо уехать совсем назад. По мне. На всякий случай сделаю вот так. Чипец, реально карта респовых перестрелок на этом боевом рейтинге. Отъехать невозможно. Да и самое главное, если ты отъедешь, ты всё равно будешь стоять на позиции где-то, и противник будет стоять на позиции вот там вот, допустим, и высовывать только башню, всё это бессмысленно и беспощадно. Здесь наши все тоже умерли. Прям тоска тоскливая чё-то какая-то. А враг не проезжал дальше ещё? Надеюсь, что нет. Ну, услышать я тоже никого не услышу, ибо они ещё не наступили достаточно. Я боюсь, они могут здесь по ложбине как-то проехать и справа меня шотнуть. Я уж не знаю, будут они это, не будут они это делать, ну... Их никого не видно. А это значит, что они едут где-то там, где я их не вижу. Чувствуете логику? Я чувствую. Причём, вся наша команда сдохла. Ну, почти вся. Но, при этом точки они ещё не забирают, потому что их так или иначе подконтроливают люди. Я не знаю, как по нему попасть. Может быть, надо меньше упреждения брать? Может быть, больше? Он далековато. Да? И оптуром, наверное, надо на такой дистанции жахнуть. Слушайте, а он точку будет забирать, интересно? Что-то мне подсказывает, что будет. Но давайте попробуем его оптуром жарить. Управление оптуром, конечно, прям никакое. Да, видимо, такая дистанция, что это бесполезно. Ага, вот они справа, как я и предполагал. И их там не видно. Эту карту для топов надо уводить. Это прям трэш какой-то. Карта объездного объезда. Чтоб не сдохнуть, стоишь на базе. И ждёшь, когда твоя команда проиграет. ну такое. Вот у нас есть причём Ваймаха вот эта вот. А, блин, не та. Это не та Ваймаха, которую я ищу. Пипец. По-моему, это самый унылый бой, который я мог вам показать, но так есть. Я не могу его вырезать. Это не интересно и не этично, тем более, что я показываю все бои, как есть. И вот он есть такой. когда ты просто пытаешься не сдохнуть, как тварь. Давайте вертолёт дождёмся этот. Ой-ой-ой-ой. Да. Мы дождались вертолёт, который захотел поштурмить на своей кобре, благо вертолёт ничтожный. И всё. Его срезали. Ну а что нам ещё делать вот реально отсюда? Да абсолютно ничего. Ждать, что у меня прилетит вот отсюда откуда-то? Блин, точку вас забирают. Тоже плохо. На том респауне всех наших перебили. Здесь они тоже не едут и никуда не показываются. Он едет. Разведаем его. Я даже стрелять-то отсюда нормально не могу. У меня не опускается. Ай. Там какой-то чувак есть, но он за холмом. Леопарду вкатили, конечно, разочек. Вот. Его уничтожили даже, но... Да, его не видно. Он стреляет из анвизы, так сказать. Из места, откуда его не выковырять вообще никак. Разведывать его пока бесполезно. Уезжает. Ты не пробьёшься. Там стопудово чувак также стоит, контролит. Мне почему-то кажется, что я даже слышу, как он то ли постреливает. Не. Не-не-не, это слева. Ну чё, поехать умереть? Опа. А вот это фражек. Стоит на своём колёснике. Жопу чешет. Да нет, чувак. Ты меня не перестоишь. Я уж решил стоять. Значит, я буду стоять. Ну мне кажется, он не был один. Ну он не мог быть один там. Но с другой стороны нам надо сбивать точку С. Если мы этого не сделаем, то мы умираем, ну в смысле проигрываем. И всё. А так мы можем время потянуть. Там может наши соберутся. Хотя какие наши? Я да он. Да ты, да ты, да я. На этом всё и мы семья. О. Я последний герой. Так, я спалился. У меня это даже на руку в целом. Главное, чтобы он меня ракетой не парнул. Нордом. А он может. Ну всё бы забирают. Мы проиграли, да? М-48, который стоял. Где? Правильно, в седьмой линии, да? Да. Он не выезжал оттуда. От геймплея человека. Ну такой вот бой. Душный, безумно. И второе место в команде за сбитый вертолёт и один уничтоженный танк. Это как бы топы. Вот они играются примерно так. На некоторых картах ужасных. Давайте в следующий бой. Хорошая, кстати, карта. Вот опять та же самая, да? Но у Моздока есть несколько вариаций и вот эта вариация Моздока она вполне себе играбельная. Почему в тот раз нам попалась вот та самая неудобная карта? Непонятно. Ну ладно. Попробуем здесь что-нибудь наиграть. По боевому рейтингу мы ещё и в топе. Охренеть просто. Прикиньте. 8.3 в топе играет. А чешуеть. Не верю в это. Попробуем тогда заехать к точке Б. Воспользоваться той скоростью, которую нам дали. Если она у нас есть хоть какая-то. и что-нибудь сообразить с прострелом вот этого вот направления. Вот квадрат Д по линии. Они будут ехать к А. Скорее всего, кто-то будет заезжать пытаться дальше. Вот это всё наше. Главное с центра не получить. И из-за того, что у нас нет углов, я опять же не могу воспользоваться правым склоном вот этого холма. Вот этим. А оно защитит нас от точки Б. Ну, чуваки будут выезжать по центру вот отсюда. И надо от них укрыться. Либо за вот этим домиком, но тогда ты полностью подставляешься под вот тех чуваков, которые едут. Либо ты здесь стоишь и умираешь. Это печально. Короче, тут прям такая палка о многих концах. Надо смотреть, что происходит и думать, что ты можешь с этим сделать. Первый пошёл. Второй пошёл. Парашютики не забываем, не забываем парашютики. Вот чтобы в центре не словить, надо вот за этим домом прикрываться. Но это может быть опасненько. И, кстати, сейчас они уже должны выезжать с центра. Кстати, на точку А мы можем дать разведку и вслепую разведать. Ну, просто точку саму захватывают, поэтому там точно кто-то есть. Нажмёшь на точку, не ошибёшься. Разведку даже впустую не бойтесь давать. Хуже не будет. Будем пытаться? Или не будем? О, разведную цель уничтожили. А так вот. А не стал бы стрелять и хренус бы что там получилось. Бам. Куда-то я в здание зашатал. Мы здесь вроде задоминировали. Наш центр как-то более-менее контролирует. Можно подъехать ближе. Но вот БМП только что взорвало и значит не можно. Значит не стоит оно того. Справа наш кстати погиб только что. Это успел кто-то проскочить или его просто вшатали оттуда. Мне немножечко это не ясно. Он стоит, смотрит. Развели его на выстрел. А теперь тур дадим туда. Рикошет тура без урона. Ну, так как он знает, что мы здесь, выезжать на него абсолютно бесполезно. Он нас просто вшатает. Так как две точки наши, мы можем дефать Б. То, что они захватили А, ладно, пусть держат. Если наши С удерживают, то мы все равно побеждаем. Поэтому рыпаться лишний раз нет смысла. А и Мелька убила Леопарда. Я так и не заметил, где она его вшатала. Вот этих вот хорошо, что обрезали. Иначе сейчас бы вот там вот не обрались проблем. Просто было бы плохо. А так вроде ничем. Он так и будет смотреть, стоять. Вот я его разведаю, пусть. Вылезать на него нельзя сейчас, нельзя. Это будет смерть. Он один раз промахнулся, второй не промахнется. Наших в центре поубивали. Имеет смысл как раз таки в центре ждать врага. Там один есть вроде на 34-очке. 57-й. Наверное, немного не та техника, которой я бы доверил свою жизнь на этом боевом рейтинге, поэтому предельно аккуратно отыгрываем. Он так же все и стоит, смотрит. Авиация. Его срезали, его срезали. Угасную ленту переключим обратно. Разведаем еще раз его. Мало ли кому-то захочется по нему пострелять или получится, сможется. О, разведанный цель получил урон. Видите, смоглось. Кто-то по нему все-таки жахнул. Не зря разведывали. Так мы и выдавим их с точки А. Заезжать здесь я боюсь, хотя 34-ка все еще так подсматривает, что там происходит. Нет, не хочу. Пока мы держим все эти позиции, не хочу ехать вперед. Это бессмысленно. То есть мы ничего не выиграем, фраги только, если поделать. Но это надо справа объехать, а для того, чтобы справа объехать, надо убить сначала вот этого М48-го или М46-го, кто там стоит. Вот, и объезжать вот здесь. Здесь я умру. Там с респа будет слишком много людей. Давайте еще раз его разведаем. Он теперь вообще не вылезает. Можем, конечно, и рискнуть, и вылететь, но вылететь на Илея, имею в виду, а не из игры. Давайте попробуем. Да, вроде проскакиваем здесь нормально. БМП-то они издалека, видимо, оттуда вшатали, но мы здесь в целом в сейве от них. Так, он подсматривает. Пусть подсматривает. Опа, уехал, можем уехать. А у нас нет углов. Из-за того, что нет углов, мы опять прошляпили момент. Супер персик? Похоже на то. Или тридцать двоечку. Не дадим по нему тур, надо было не стрелять. Отлично. Там удали вшбан. Это наш. М40 этого ушатали, там еще один стоит. наведитесь на цель. А он умер. Я не успел заметить, погиб он или нет. Да, вот теперь точно погиб, все. Теперь мы ничем не рискуем, можем как раз отсматривать, что справа происходит и разведывать Дальфа. Вот здесь у нас была цель с респа, вот он стоит, подсматривает. Ну, попробуем по нему в тур завести. Я не знаю, конечно, получится или нет, но... Бам! Бедная ИКВшка. Как хорошо лег в тур. Нет, все нормально, да? Я уже весь раз переживался. Да и все, по сути, мы теперь их с респа не выпустим. Здесь такая карта, что очень сложно выдавить врагов с центра, если они контролируют и право, и центр. Точку А мы заберем, да и все. Три фрага, три помощи. И теперь мы, может, еще что-то успеем там повоевать. Ну, я не уверен, конечно. Без птуров сложновато. С автопушкой одной сыт не будешь, мне кажется. И таким образом у БМП очень ограниченный потенциал в плане убийств каких-то легких, но с другой стороны может что-то еще и успеем. Да нет, наверное, бой раньше кончится, чем мы тут кого-нибудь найдем. Ну, попытаться стоит проехать вот сюда хотя бы. Что, мы сейчас сдохнем здесь? Нет? А вон, с центра. Ну, да-да-да. Они все, короче, на респе, их тупо не выпускают. Никого не впускать? Не выпускать. Разведочка пустую. Ну и все, я не успел подъехать ближе. Вот так вот. Аккуратненько отыгранная миссия на три фрага без смерти. По-моему, вполне себе нормально. Давайте еще боек. Ой, термоядерное солнце в лицо. То есть, здесь нам закинуло слабых противников и решили, что надо пробафать таким образом, да, их. Давайте попробуем прямо в город куда-нибудь забуриться и также аккуратненько от домика к домику двигаться. Правда, здесь очень много вариантов отхватить в лицо, тем более, когда ты ничего не видишь из-за термоядерного солнца, который на тебя светит, но фиксить это естественно не собираются. Хотя это очень важно, как мне кажется, вот освещение, когда ты действительно не можешь никого увидеть, все все засвечено, а противник тебя прекрасно видит подсвеченного в лучах солнца. Это дает преимущество другой команде. Ну да и ладно, может они так балансят разницу в процентах скилла команды. Не знаю. Закинем, наверное, арту на... Слушайте, а вот сюда. Тут такие немного нестандартные получаются в этом плане точки. Не вдоль города. Поэтому давайте к Б. Надо в центре, да? Ближе к церкви. И здесь встать. И замереть. Вот тут. Я бы как-то вот так сделал. Главное слева не отхватить. Ну, они едут как раз по той части города, я так понимаю, да? Лучше не спешить. БМП проезжает, по ее смерти станет понятно. Первого там уже нахлобучили. Кто-то там еще, по-моему, ехал, но... Тишина. Да, прямо передо мной. Нет, разведать не смог. Чуть-чуть в другом месте получается. Кстати, из-за разрушенности... Из-за разрушенной крыши можно его заметить. Никакого урона. Понятно. Я пытался Меркаву вслепую прострелить, но... Ваншот в ответочку. Никаких шансов. Берем дублера. Че делать? Нет, БМП-2 не машина для нанесения первичных ударов. Вообще нет. Просто она ничего не успевает, к сожалению. Ее боевой рейтинг с текущей лентой, с уроном, но не завышен, просто ты отыгрываешь вторым номером всегда. И неверниковые ситуации, как с этой Меркавой, не используешь, ты не можешь. Все. Ты ваншот, убить кого-то тебе надо позаливать, а никто тебе не даст этого. Как-то оно прям грустненько. Никого не разведали, опять же. Хотя попытка была неплохая. Сложновато, короче, на ней играть ныне. Первая повеселее. Очевидно, там противники проще. Но она тоже может вроде как поразведывать, поаккуратничать. Ну, то есть как раз больше БМП-шного геймплея без вот этих вот безумных врывов, как на первой БЭХе, которая проще справляется с техникой. Выстрелы зенитки звучат так, как будто это вертолет какой-то. Хм, забавно. Пойду левее. Я кого-то слышу перед собой. Блин, еще жаль, сходу нельзя б тур пустить. А где он? Он за церковью, что ли? Ну, тут просто невозможно. Не, они не едут никуда. Ни тут, ни там, нигде. Да, он за церковью где-то. Опять не разведал. Правее, видимо, оказался. Вон, даже, пожалуйста, трассеры тебе, но толку мне от этих трассеров-то. Брэдли пошел. Теперь он знает, что я здесь. Правда, он отстрелялся. Викерс пошел. Хе-хе-хе-хе-хе. Да, ты ловишь до контр-инициации просто. И на ошибках убиваешь врага. Если враг не ошибается, ты ничего не можешь. Вот и все. Но враги всегда ошибаются, поверьте, в этой игре. Всегда много людей, которые могут ошибиться, поэтому главное не ошибаться тебе. А это сложно. Это не такая бездумная и простая игра. Подъедем поближе, попробуем. Не видно. Я прям за церковь, наверное, нырну. Да, там справа их много. Вот сейчас бы выходим в бочину как-то, но мне кажется, они меня услышат и вшатают. есть прям передо мной. Даем разведку. Он выезжать будет, да? Да. А урона нет. Это была зенитка, по которой я не смог нанести урон. Превосходно. Вот он, БМП-2. Причем иногда даже от ошибок врага не отыграешь. Надо было в тур давать. Видите? Одна ошибка, и ты ошибся. И ты в ангаре. А враг живет. Это все из того, что лента, блин, подкалиберная. Я ему не выбил наводчика, за что и поплатился. Даже, неважно, там дистанция была слишком близкая. И сломав башню, я не получил желаемого результата, надо было убивать наводчика. Короче, непростая штука, это БМП-2. Явно. На первой можно по сравнению с этой играть, конечно, вообще, левой ногой. просто. Одной. Единственный. Там самолет или... Нет, там самолет. Я думал, это муха какая-то у меня по экрану может ползет. Нет, нифига. Надо снижаться. Вырубаем тягу. А он тоже, да? Непонятно, что это такое. Атакер, что ли, опять какой-то? Странно, как-то он летит. Типа, F-84 может быть, что-то. Главное, просто его не прошляпить. Ну, блин, я не могу не развернуться ни хрена. Он, вроде, не особо быстрый тоже. Но, блин, L-28 едва вообще летающая штука. И уж особенно едва меняющая курс. Так, ну, это труп. Я залью навсегда и точно убью. Угу, точно убью. Попадание. Меня сейчас вулкан срежет. Я не улечу такого. Хотя, смотри-ка, неужели улетаю? Прикиньте, улетел от вулкана. С ума сойти. На L-28 шат маневрировать от вулкана. А, 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 уметь надо. Пипец, какое термоядерное солнце. С настолько безумными засветами. Хотя, с другой стороны, оно помогает мне увидеть врага чутка. К сожалению, только к чуткам. Надо вот того чувака попробовать шатать. Получится, нет? Нет. А если вот так? Тоже мало. А если вот так? Все мимо, короче, он на гусли, этот Сумтурион, но... Сложно. Когда понерфили количество взрывчатки в С-24, или уроном просто понерфили, хрен поймет, что там сделали, стало играть сильно напряжнее на такой технике. Самолет сбит. Фига себе, он до сих пор был жив, тогда получается. Какого хрена? Да, нужно прям прямое в танк. Пипец, просто все рядом. Все без урона. Вы этого не видели. А ИЛ-28Ш стал сложнее. Сильно сложнее. Я не вижу смысла в этом бою, больше что-то пытаться делать. Наши и без меня вроде как справятся, а самолетов, которых я мог бы себя на хвост посадить и стурельки навешать, нет. А пока я буду перезаряжаться, лететь уже бой будет выигран. Так что, давайте вернемся в ангар. Что по итогу можно по БМП-2М сказать? По какой М? По обычной БМП-2. БМП-2, в принципе, ок. Сложно на ней играть, потому что приходится все время ждать ошибки противника, но в целом можно. Автопушка маловато пробивает и урон у нее иногда не самый лучший, но в целом, опять же, в таком тандеме с туром нормально сойдет. Скорость низкая, потому что на 9.3 тебя уже начинает обгонять даже ОБТ и защищенность нулевая. Вот как-то сложно, короче, просто сложно, но можно. И БМП-2М, на мой взгляд, будет интереснее, но до нее мы еще обязательно доберемся, так что не забудь потыкать там куда-нибудь, особенно на лайки и комментарии пишите. Увидимся с вами в новом видео. До встречи, пока-пока.